Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своих текущих проектах, планах и об одном законченном изделии. Вы фотографии уже видели. И закончила я, скорее всего, потому что мне ее нужно отправлять в подарок. Связала свои крестницы. Правда, немножечко, думаю, великоватая будет эта кофта, но дети быстро растут. Вязалась вообще на годик, но, естественно, видно, что кофта намного больше. Я сейчас смотрю как раз на эти вязальные проекты. И еще у меня есть пара текущих проектов, которые, в общем-то, один в начальной стадии, один посередине. Я его уже заканчивала, но потом нашла ошибку и распустила ровно половину. Сейчас смотрю, что на YouTube прям очень сильно активировался визуальный YouTube. Когда я только начинала его смотреть, я помню, нашла видео Кати Сап. Вообще было очень мало визуальных видео. Буквально прям по пальцам можно было посчитать. И мне так было грустно по этому поводу, потому что мне настолько понравилось, когда ты можешь поделиться своим хобби, своими ощущениями с людьми. Потому что вокруг меня практически никто не вяжет. Если вяжет, то сильно на этом не заморачивается. Но если я чем-то занимаюсь, то я, конечно, в это очень сильно погружаюсь. И мне интересно, вплоть до всего, какие спицы марка, какая пряжа себя ведет, как что. В то время, как большинство людей покупают первые попавшиеся спицы китайские. В общем-то, в этом ничего плохого нет. Каждому свое. Но у меня вот так вот. И мне было очень интересно именно обсуждать все эти тонкости. А теперь вот вязальный ютуб настолько разросся. Это прям отдельная какая-то уже мафия, которая уже не хуже становится, чем бьюти-каналы на нашем ютубе. И появляются очень интересные каналы с хорошим качеством, с хорошим контентом. И, в общем-то, это вообще очень радует. Хочу снять видео о, кого смотрю, кто мне больше всего нравится. И думаю, что постараюсь это сделать в ближайшее время. Но время у меня сейчас, как вы знаете, очень ограничено. У меня маленький ребенок, и он забирает все мое время. Есть дети, которые... Я вот смотрю на Анастасию Тибетсову. Я, извиняюсь, неправильно сказала фамилию. Я думаю, меня все поняли. Это Мит Петит. У нее, я так понимаю, тоже грудной ребенок. Но она настолько много вяжет, умудряется куда-то там ездить на полдня. У меня так не получается. Потому что даже с помощью мужа, который согласен посидеть с ребенком, помочь мне там, уделить какое-то время себе, у нас не получается, потому что ребенок у нас очень такой... Ну, не могу сказать, что неспокойный, но она требует все наше внимание. Спит она только на руках. Если спит в кроватке, то это 20 минут. И то нужно сидеть рядом, никуда не уходить. Вот как раз за эти 20 минут обычно я вяжу в течение дня. То есть она несколько раз спит по 20 минут. И вот я успеваю вязать. Например, вчера она у меня спала только на руках. И вообще у меня ничего никуда не продвинулось. Смогла только распустить то, что делала ошибки. Итак, начнем. Напоследок оставлю то, что уже связано. Сейчас я вам буду рассказывать, что у меня в проектах. Начала мужу вязать свитер. Сделала уже расчеты. Причем я расчеты делала серьезные. Мне хотелось... Это Як 100% обзор у меня на Як есть. Он будет ссылка на видео в конце видео и под видео. Поэтому пряжа дорогая и, я надеюсь, качественная. Почему говорю надеюсь? Потому что еще не носились вещи из этой пряжи. То есть на первый взгляд, после вязания образцов, после стирки, это очень классная пряжа. У меня одни восторги. Но я не знаю, как она будет носиться. Но, как сказала, сумма не маленькая была за нее выложена. Поэтому хочется что-то ее потратить, как говорится, с умом. Делала расчеты несколько дней набегами. И делала анатомический реклам с ростком и все дела. И оставлю вам под видео ссылку на видео. Очень, мне кажется, толковую. Где девушка рассказывает. Только начала она свой канал. Как бы мне понравилось именно содержание. Это буду смотреть дальше. Подписалась на ее канал. Она рассказывает именно по расчетам, как снимать мерки правильно на свитер. И рассказывает о одном сайте, который строит за вас выкройку. Я не знаю, возможно, это уже было у Сани Низ совместник или что-то. Я тогда не вязала. Я бы с удовольствием вязала, но не позволяет обстоятельства. И вот у этой девушки она показывает, как этот сайт, там все такое прочее. Но этот сайт не делает расчет именно на реглам, но он делает выкройки. И уже по ним вы можете делать расчеты на реглам, потому что у вас все замеры, все обмеры есть. Я так и делала. Но у меня сейчас немножко маленькое сомнение, поскольку девушка рассказывает, что горловину нужно мерить не по шее, а по объему головы. Иначе просто у вас не влезет голова. В этом есть логика, и я как бы доверяю, получается, этой девушке, потому что, я так понимаю, у нее очень много опыта. Но я делаю валик, горловину, да, гольф. И у меня она сейчас очень-очень-очень широкая получается. Ну, естественно, если она по объему головы. Я хочу, конечно, все это дело довязать и посмотреть, как это будет смотреться на шее мужа. И я не знаю, как это будет смотреться, потому что если будет очень расхляпанно, некрасиво, то мне придется все расчеты переделать, потому что у меня все расчеты вот под это дело. И также оставлю ссылку на расчеты Ростка, которые я использовала. Это, по-моему, в ЖЖ был пост у кого-то или что-то типа того. И еще оставлю ссылку на расчеты анатомического реглана. Ее оставляла Сашу Нит. И мне очень это помогло. Я прям все кардинально рассчитала. Единственное, у меня был затуп, как рассчитать эти прибавки, если у вас есть Росток. Потому что там дано без Ростка. И у меня это в голове вообще никак не складывалось в первое время. Думаю, ну вот у меня хорошо, есть расчеты без Ростка. А тут будет впереди Росток. Но должны же уже идти прибавки, иначе это будет смотреться, ну, очень странно. Правда, если без прибавок начать вязать Росток. Но потом я поняла, что это просто нужно прибавить ряды Ростка. Я посчитала, сколько у меня рядов, получается, пересекают регланные линии. Я прибавила это количество рядов к тому рядов, к тому количеству рядов, на котором мне нужно сделать прибавки. Просто у меня получаются прибавки реже, чем они были до этого, в той именно части. То есть это анатомический реглан, где линия реглана делится на три части. И в каждой части идет своя скорость прибавок. То есть в одной части это может быть прибавки через две, два ряда, в другой через три. И в третьей части это может быть каждый ряд. Ну, в общем-то, посмотрите, если вам это интересно. Ссылка под видео. Я думаю, будет полезно все это дело знать. И хочу вам также показать, как выглядит пряжа до стирки. У меня есть, как я сказала, на нее обзор. В общем-то, так она обычненько выглядит. Но очень ровно ложится. Скажу, что вяжу уже не первый моток из верблюда и из яка. Узелков никаких нет. Пряжа вся абсолютно ровная. Нет никаких там некачественных вкраплений. То есть все очень качественно сделано. Сама пряжа, нареканий нет никаких. И вам сравнение рядом сейчас приложу. Как выглядит постиранный образец. Постиранный он выглядит и намного цвет такой становится. Мышино-серый. Здесь он какой-то коричневатый именно из-за пропитки. И она становится намного красивее в плане пушистости. И вообще, в общем-то, намного круче. И мой следующий вязальный проект. Это жилеточка для моей дочки. Она идет, получается, где-то на 3-6 месяцев. И у меня вот связаны половины. Хотя я уже, на самом деле, вчера довязала. Но потом увидела, что расшиблась в расчетах. Сначала я вяжу в круговую. То есть мне нужно было разделять на две части, чтобы вывязывать горловину, окат рукава. И получилось, что я неправильно посчитала петли. Я вообще не знаю, как мне пришло в голову. Я считала по низу. Хотя проще намного было посчитать по петлям. И у меня ошиблась на 8 петель. И получилось, что спинка у меня на 8 петель меньше. То есть это было значительно видно. И хотя я сначала подумала, а фигня. Ребенку жилетка. Но потом все-таки мой перфекционист взял верх. Хотя звание перфекциониста спорное для меня. Но, в общем-то, я решила, что что уж мелочиться. Надо вязать нормально. И вперед у меня, в общем-то, оформлен вот так вот. Сейчас я это все близко покажу. Вот такая елочка, связанная из вытянутых скрещенных петель. И здесь у меня вот такой узорчик я пустила. Мой первый итальянский набор. Который получился у меня, конечно, не фонтанистый. Потому что, честно сказать, я полую резинку провязала только один ряд. Потому что я вообще не поняла, зачем его вязать. Но теперь я как бы поняла, что, видимо, он стягивает петли, чтобы они были аккуратно стояли. И вяжу эту жилеточку по описанию с рауэрой. Ну как, относительно по описанию, потому что у меня не совпадает ни плотность вязания, ни размер. И вообще там нет никакого рисунка. Но саму модель я беру именно оттуда. Тоже оставлю ссылку под видео. Если кому-то нужна детская жилетка, особенно у новорожденных детей, очень удобно сделан вот здесь вот вылез. Он сделан как конверт. То есть там плечи заходят друг на друга. И ребенку очень легко такую жилетку надевать. Потому что мне не хотелось сделать застежку. И именно вот этот вот способ крепления, вывязывания горловины и плечей, он позволяет очень здорово все это дело надевать на ребенка. Это пужа, пужа, пряжа. 100% верблюд. Она в обзоре в том же, что и як. Классно ложится. Все ровно, никаких нареканий тоже нет. Вяжу уже второй моток. То есть у меня уйдет буквально 60 грамм на эту жилетку. И нет никаких узелков, никаких уплотнений, никаких нареканий. У меня по этой пряжи нет. Мне, наверное, кстати, нужно с Александром уже просить свою долю процент за рекламу. Потому что ту пряжу, эту пряжу я покупала за свои деньги. Мне никаких скидок даже никто не давал. Но я так понимаю, несколько людей у него уже купили по моему обзору пряжу. Вот. И, в общем-то, что хочу сказать. Ну, жилетка, конечно, при наличии времени вяжется буквально за два вечера. Но поскольку я вяжу наскоками, она у меня уже очень долго вяжется. Она у меня еще лежала какое-то время. Но надеюсь, что на следующей неделе я ее наконец-то закончу. И, в общем-то, постираю, вам на суд свой представлю. И сейчас я вам покажу близко. И расскажу вот про эту кофточку. Как видите, она достаточно большая. Естественно, это уже ни на какой, ни на год. Она много больше. Но я довольна работой. И эту пряжу я как-то показывала в своих покупках. Это Estelle Worsted Vest. То есть, Worsted, это достаточно большая уже, в смысле, толщина нитки. 200 метров на 100 грамм. И это полушерсть. У нее всего лишь 40% шерсти. По-моему, там 40% нейлона, 10% акрила, если я не ошибаюсь. И мне понравилась эта пряжа. Почему? Потому что у нее очень высокая износостойкость. Как заявляют производители, как мне сказали в магазине, я склонна в это верить. То есть, она у меня не скатывается абсолютно. И вот не в процессе вязания. Сколько раз я ее распускала, перевязывала тут Горуавину, когда вязала Росток. Я еще начинала это в роддоме. И все это вязалось на схватках. Естественно, была куча ошибок. Приходилось 500 раз перевязывать. И ничего с ней не случилось абсолютно от многократных перевязываний. Очень хорошо она легла после ВТО. Например, у меня здесь рукава обработаны крестообразным, точнее, закрытием, который имитирует крестообразный шов. Оно очень эластичное. И, конечно, все это дело закатывалось в валик немного. Но после ВТО, после отпаривания паром, видимо, вот этот акрил в нем и полиамид, они закрепились от пара. И все это выглядит прям шикарно. Я даже, если честно, подумываю, что зря я сделала внизу резинку, потому что я боялась, что будет низ закручиваться. Но, как показалось, что рукава вообще не закручивается. Вот надо было сделать точно так же. И был бы классный такой полуверчик. Но, точнее, кардиганчик. И так тоже получилось очень красиво. Сейчас я вам все близко еще раз покажу и кратко расскажу, как я что вязала. Итак, вот так вот выглядит все это дело вблизи. Ровно абсолютно легли петли. Очень хорошо смотрится полотно. Здесь у меня пуговички деревянные. Обработана горловина айкордом, полум шнуром. И вот эта вот створочка тоже обработана полум шнуром. Я немного переживала, как у меня будут выглядеть окончания вот этих вот стыки. Но, как оказалось, все можно аккуратно обработать. Аккуратно закончить крючком. И, в общем-то, все выглядит очень аккуратно. Здрасте. Да. Получилось вот так вот. А вот тут у меня выглядит так изнанка. Тоже кончики. Ну, немножко здесь видно, как я завязывала. Потому что я решила пристраховаться. Пряжа все-таки немного такая скользковатая. Я боялась, что концы могут вылезти. Поэтому я их очень так сильно тут завязывала. Все это прятала. А теперь точно ничего ниоткуда не вылезет. И, в общем-то, в принципе, все это выглядит достаточно аккуратно. Я считаю, что маленькие узелки на этой стороне ничего страшного не представляют у себя. Итак, айкордом у меня обработана вот эта полочка. Но вот эта внутренняя не обработана. То есть, внутренняя, вот как у меня здесь косичка идет. Так она после ВТО и отпаривания ровно здесь лежит. И все это хорошо смотрится. Но вот верхняя, которая на закрывающие идет, в общем-то, тоже неплохо смотрится. Делала дырочки путем закрытия петель по ходу. И набора дополнительных петель вверху. Что могу сказать? Конечно, здесь была всего лишь дырка из двух петель. Поэтому, возможно, это смотрится, ну, не так фабрично, как хотелось бы, наверное. Но, в принципе, прилично. И если это все и на пуговицу закрывать, то вообще ничего не видно, да? Но если делать из нескольких петель закрытий, то есть больше, чем две, я думаю, это будет все вообще нормально смотреться. Вязалось изделие регланом с ростком. Сейчас я, честно сказать, сделаю такое, контрабершу, как сказать, неоднозначный комментарий, потому что купила я описание комбинезона Марии Левиной. И, честно сказать, я немного разочарована вообще самим содержанием. То есть, да, там дана техника вывязывания ростка, но нету, по-английски называется consistency, нету вот этой стабильности. То есть, в одном месте она пишет про какую-то петлю, а во втором месте она подразумевает, что мы должны помнить, что она там есть. И для тех, кто у новоначальных, так сказать, это очень трудно в этом сориентироваться, нужно в это вчитываться, очень трудно это понять. Еще мне не понравилось то, что не дана выкройка, и если вы, например, не попали в плотность, то есть там дано конкретное описание под плотность 1-1 размер. На остальные размеры дано просто сколько петель набирать и типа вяжите по аналогии. Но, например, не разобран росток, то есть, если я вяжу на другое количество петель, абсолютно не сказано, как вывязывать росток уже с измененным количеством петель. Нет выкройки, поэтому, если вы не попали в плотность, неизвестно вообще, сколько вам рядов вязать, вы не можете это померить. Вот в моем случае это так и было. Я так и не поняла, например, сколько мне вывязывать реглан, сколько это сантиметров. Мне говорили, что посмотрите размер регланных линий в интернете в сантиметрах, но я не понимаю, как это может работать, если, например, кто-то горловину начинает вот отсюда, а я начинаю вот отсюда. То есть регланная линия уже другого будет размера. Поэтому мне кажется, это как-то слабо работает, и на это опираться очень глупо. Дальше нет, как я сказала, там подробных инструкций, описания только на один размер, на одну плотность. Нет выкройки, нет описания, сколько это должно быть в сантиметрах. В общем, очень слабо написана инструкция за очень большие деньги. Поэтому я снимаю шляпу перед мастерством Марии, перед ее чувством вкуса, выбора пряжи, выбора моделей. Очень все красиво, и мне все очень нравится. Скорее всего, ее мастер-классы вживую шикарны. Но написанная схема за те деньги, за которые они продаются, абсолютно не соответствует никакому. Даже бесполезно это критиковать, потому что это очень непрофессионально. И я надеюсь, что она потом исправится и все-таки доработает свои схемы, приведет туда выкройки, даст полное описание на несколько размеров, и будет стабильность в описании, чтобы не гадать, а что же она имела в виду. Рукава по ее описанию я так и не смогла связать. Опять же, в инстаграме у меня есть фотография, как выглядит рукав по ее описанию. Я так понимаю, возможно, я не так поняла, потому что, опять же скажу, очень непонятно описано вообще, как там делать прибавки. Буквально в двух словах, и что она имела этим в виду, мне тоже непонятно. Возможно, я ей так и напишу, спрошу, что же она имела в виду, но в итоге я вязала рукава по описанию из журнала, не из журнала, из сайта Drops. Просто открыла на этот возраст кофту, открыла и связала, как там было описано, рукав для года. Вот, у меня здесь вот такие прибавочки. И закончено это все эластичным таким вот закрытием, которое тянется, которое очень красиво, я считаю, выглядит. И это закрытие я взяла из видео про пинетки. Там так пинетки закрываются. Мне очень понравился этот способ. Я теперь его везде леплю, даже вот тут внизу он у меня находится. Мне показалось, что это будет хорошо сочетаться с вот этим вот узором на рукавах. Просто здесь у меня идет вот так вот узор из изнаночных петель, каждый третий ряд. Вот, и здесь у меня идет, каждые две петли я уменьшала, точнее на две петли каждый вот этот вот рисунок я уменьшала. Получался такой клин. На полочках у меня точно такой же рисунок. И тут просто резинка. Тельце я, честно сказать, вот тут делала тоже прибавки. Кстати, извиняюсь, что так прыгаю, но в общем, чем закончилась история с комбинезоном? Единственное, что я оттуда взяла, это росток. И то я уже его сама там выдумывала, потому что размер у меня не совпадал. И не знаю, насколько все правильно получилось. В общем, у меня такое разочарование, но как есть, так есть. И, в общем-то, да. Здесь я тельце немножко делала прибавки. Он такой получается в форме кокона. На спинке у меня ничегошеньки нет. Здесь резинка. И все это вот так вот выглядит. Кстати, оформление айкордом, это настолько просто вязать. Просто неимоверно. Поищите, есть или найду вам ссылку, по какому видео я вязала. Но посмотрите, какой аккуратный, красивый результат. И здесь, кстати, если вы будете по полочке набирать, то нужно правилу соответствовать, что из четырех рядов набираются три петли. Потому что иначе у вас будет все стягивать, если вы недостаточно наберете. Вот. Это было все по этому кардиганчику. Субтитры сделал DimaTorzok